Этим летом сотрудники Россельхозцентра проверили более 520 тысяч гектаров посевов на наличие вредителей. Очередной рейд прошел в Вурнарском районе. Вместе со специалистами выехала и наша съемочная группа. Вредителей нет, не обнаружено. Чистые посевы. Вот так метр за метр надо пройти целое поле, чтобы проверить качество посевов. Специалисты рассказывают, что ячмень устойчив к вредителям. Но все же иногда они здесь заводятся. Такое бывает, если нарушена технология выращивания или севооборот. Здесь, на этом участке, вероятно, вовремя провели химобработку. А это поля редьки масляничные. Ее используют в качестве корма для скота. Растения улучшают структуру почвы, приостанавливают рост сырников. Еще его любят пчелы. Здесь мы нашли очень много цветоедов. Красноцветные ложки. Они, конечно, особенно вот этот цветоед поражает цветы, поражает цветение. И урожай резко снижает. Один раз обработали, но придется еще раз обработать. Также много вредителей и на поле ржи. Специалисты Россельхозцентра обнаружили здесь и тлю, и трипсов, и бурую ржавчину. На данном колосе видим то, что здесь заселение идет тлей. Тля приносит вред зерновым культурам тем, что она обсасывает чешуйки и само зерно. Тем самым зерно плохо развивается, и качество зерна теряется. Теряется вес зерна. Эти посевы повреждены бурой ржавчиной. Массовое заражение наблюдается именно летом. За сезон возможно появление нескольких поколений вредителя. Ржавчина серьезно влияет на урожайность и качество зерна. Если будет продолжаться такая же погода, перепады температуры, дождь, тепло, холод, роса холодная идет. Мы ожидаем, что будет распространяться еще бурая ржавчина на зерновых культурах. Поэтому руководителям, сельхозтоваропроизводителям хотим пожелать, чтобы они ввели фитосанитарный мониторинг полей. Обязательно обследовали, просматривали, ввели обработку фунгицидами. С этого года внедрен цифровой фитомониторинг. Каждый специалист получает телефон со специальным приложением. В которое во время проверки вносят данные. Геолокацию, адрес хозяйства, фазу роста растений, количество вредителей и сорняков. Наши данные сразу поступают в программу в Москве. Нас полностью отслеживает Москва. И в дальнейшем мы начнем работать чисто по цифровому мониторингу. Получается, все поля будем забивать через это приложение. И если хозяйство заинтересуется, например, где-то что-то будет интересно, какой-нибудь сельхозтоваропроизводитель захочет купить зерно. И он может узнать у другого товаропроизводителя, где это зерно свыращивалось. И что он может через эту программу зайти, просмотреть и увидеть, что там было на этом поле. Чем обрабатывали. И что происходило. Общую картину про эту культуру. Специалисты Россельхозцентра не только контролируют посевы, они дают квалифицированные рекомендации по предотвращению возможных заражений.